По реке Енисею, плывя из Енисейска в Туруханск, достойно замечания село Ворогово, славное в прошлом село Ворогово, угодьями. В настоящее время хлебопашества здесь совершенно отсутствует. Хлеб привозной. Как правило, все гости и туристы, бывавшие в Ворогово, в первую очередь тогда, да впрочем и сейчас, посещают местную достопримечательность – Музей истории села. Экскурсии в нем неизменно проводит его основатель, невероятный патриот своей земли Александр Петухов. Здравствуй, товарищи туристы. Вы находитесь в нашем селе Ворогово, которое в этом году отмечает свое 350-летие. Основано оно в 1637 году Осипом Григорьевичем Цепанем и Иваном Еремеевичем Вороговым. В 1770 году в нашем селе строится большая каменная церковь с двумя приходами. Раньше село называлось Дубчинской слободой. Первые жители – переселенцы главным образом Архангельской области. Они привозили с собой сохи, серпы, косы, в общем, весь необходимый инвентарь для земледелия. После событий 1825 года здесь проездом в Туруханскую ссылку побывали декабристы. После революции свою власть пытались установить белогвардейцы, расстреляв несколько мирных жителей. В общем, несмотря на удаленность от краевого центра, жители Ворогова все важные события истории переживали вместе со всей страной. Когда в 1941-м вороговцы уходили на фронт, то пароход, на котором они отплывали, по словам очевидцев, воротило на бок. Из 128 ушедших в родимый дом не вернулись 54. Это было 6 ноября. Помнится то, что Краскиев освободили. Попровожали, конечно, все село вышло провожать со связами, на лошадях. Она через порог только с одного упала сразу, заплакала, нюхкала, и она кончилась. Александр Петухов об истории рассказывал постоянно и увлеченной своим землякам, часто на массовых праздниках села, в которых принимал активнейшее участие. Тогда, в 87-м, сам музей сельской истории размещался в кабинете школы, где работал учитель. Экспозиции, собранные по крупицам руками жителей, проходили лишь летом. Каждый год 1 сентября Александр Иванович Петухов проводит последнюю лекцию перед своими учениками, а вечером вместе с ними отвозит экспонаты к себе домой до следующей весны, до будущей навигации. Ему, конечно, трудно. Ему трудно тем, что, коли он большой поддержки, ведь тоже не находит. Ведь в таком музее можно проводить классные часы, там что-то ведь нет, и о нем разговоров нет ни на пиццоветах, ни на производственных совещаниях, как будто бы в школе не существует. Сейчас сельский музей является филиалом Туруханского музея, и ему муниципалитет выделил собственное помещение. Руководит этим теперь уже официально признанным учреждением культуры по-прежнему все тот же Александр Петухов. Каждый человек, каждое время имеет право на неоспоримую человеческую память. Сохранность и движение – явление одного порядка. И сегодня мы осознали необходимость сохранить те духовные и нравственные начала, которые воплощены в таких вековечных понятиях, как мать, дом, земля. Наталья Кинчина, Новости ТВК Проект создан при поддержке Енисей Кино